Состояние дома по адресу улицы Высоковольтная, дом 34, корпус 1 оставляет желать лучшего. Резкий неприятный запах, отваливающаяся штукатурка и осыпающиеся окна. На наибольшее опасение вызывает кухня. Здание считается общежитием и готовят здесь на общедомовой территории. Входную дверь можно легко преодолеть обычным движением руки. Домофон здесь не работает. Таким образом, на кухню, которая тоже является незапираемой, может попасть любой желающий. Жители дома боятся повторения трагедии, которая произошла в это воскресенье. Очагом беспокойства являются газовые приборы в кухне на первом этаже. Рядом с газовой комфоркой, которая сама находится в ужасном состоянии, расположено окно. В нем уже около месяца выбито стекло. И если на других этажах пенсионеры дежурят и самостоятельно осматривают приборы, то спускаться на первый этаж они просто боятся. Там у нас одни живут, у них была полученная семья. И поэтому вот там такие вещи происходят. И многие даже говорят, что к ним залазят через окно. С улицы через окно залазят, выбивают стекло и залазят на кухню. Говорят, бомжи. Управляющая компания дома Техрембеттехника еще две недели назад обещала вставить окна. Но даты не уточнила. По счастливой случайности это должно произойти сегодня. Сегодня там производится замена стекла в подъездах и на общих кухнях. Наша съемочная группа вновь выехала на дом в два часа дня. Но никаких изменений не увидела. Стекла по-прежнему разбиты, никакие работы не ведутся. Также жители дома жалуются и на плохое состояние газовой техники. На четвертом этаже плиты уже заменили за собственные средства. Демонтажем старых и установкой новых занимались специалисты из Горгаза. На профилактические работы в доме давно не ведутся. Газ у нас профилактику не проходил уже лет 20. У нас никто даже не заходил и не проверяли никогда его. Договора по газовому оборудованию заключены. Обследуются регулярно вытяжки ВДПО и ВДГО газовое оборудование общедомовое. Управляющая компания дома утверждает, что договор на обслуживание газового оборудования заключен с Рязань-Горгазом. Однако в базе дом числится только по договору на обслуживание внутридомовых газопроводов. Профилактическим осмотром газового оборудования Рязань-Горгаз в этом доме не занимается. Таким образом и ответственность за исправность плит и отсутствие утечек газа на общедомовых кухнях никто не несет. Точнее, она ложится на управляющую компанию. Напомним, что именно Техрембеттехника является управляющей компанией взорвавшегося дома в первом осеннем переулке.